Цепь дорожных трагедий одна за другой обрушились на областной центр в последние три дня. Хотя мотосезон в Брянске еще не открыт, уже есть первое ДТП с летальным исходом. В пятницу, 28 марта, около шести вечера в Бежевском районе на улице Флотской, водитель мотоцикла Сузуки столкнулся с впереди идущим автомобилем Kia Sportage. Съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. В субботу, 29 марта, почти в 10 вечера в Бежевском районе на улице 22 съезда КПСС произошла вторая трагедия. 19-летняя студентка Брянского государственного университета, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбила 40-летнего жителем Глина. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший мужчина скончался спустя час в реанимации. Примечательно, что водительский стаж девушки с 2013 года. Имеются неоднократные штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки и расположение транспортного средства на дороге. Третья трагедия произошла в воскресенье, 30 марта, в Фокинском районе по проспекту Московскому. 40-летний житель Почепа, управляя автомобилем Hyundai Accent, сбил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу. После наезда водитель не справился с управлением, снес пешеходное ограждение и выехал на встречную полосу. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. У самого водителя за последний год 4 нарушения. 2 за превышение скорости, 2 за выезд на встречку. Что послужило причиной ДТП в первом случае, предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции. В оставшихся двух причина относительно ясна. Отсутствие какой-либо разметки и знаков. По сути, ответственность за произошедшее лежит и на плечах Брянской городской администрации. Только вот чиновники, как обычно, вряд ли с этим согласятся. Игорь Умаров, при содействии пресс-службы управления ГИБДД.